Главный враг льда в дождеприемниках – горячая вода. Чтобы подготовить ливневые канализации к паводку, важно растопить то, что осталось в них после зимы. В первый день весны на улицах Самары большая чистка. Вода приблизительно градусов 70. Мы его топим, лед, и этим обеспечиваем водоотведение в дальнейшем. Иначе до мая месяца в дождеприемниках лед не растает. Чтобы с приходом тепла Самара не превратилась в Венецию, под землей проведены около 400 километров ливневой канализации. Вода в нее поступает через дождеприемники, их более 5000. Пока в одном месте рабочие борются со снегом в ливневке, в другом прочищают канализацию от ила и грязи. В первую очередь, внимание улицы, по которым ходит общественный транспорт. Мы ситуацию контролируем во всем городе. Для этого создано, у нас ежедневно работает порядка 15 аварийных бригад. Мы контролируем состояние сетей. При возникновении где-то небольших подтоплений мы тут же реагируем, выезжаем. Очищаем от снега наледи сверху, чтобы вода беспрепятственно уходила в сети дождевой канализации. В городе уже очищено 65 километров ливневой канализации. Отремонтировано 300 дождеприемников. В порядок необходимо провести еще около 1000 колодцев. На чеку и дорожные службы задача своевременно привести в порядок проезжую часть. За зиму при дорожных полосах скапливается достаточно большое количество бытового мусора, который тоже стекает, забивает ливневые колодцы. Их тоже приходится очищать вручную. То есть фактически, пока не закончится сезон таяни снега и не сойдет, проведется уборка улиц, приладковые части, земных накоплений, данные работы будут проводиться. Городские службы работают с опережением. Расчистить особо опасные участки планируют до середины марта. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.